Тебя тоже бесит эта фигня? Увидел превьюшку, прочитал название, пришел смотреть ролик и теперь давай полторы минуты я тебе сейчас буду объяснять, что же тут будет. Не буду! Вот это Казанбас и здесь он играет на, внимание, топ-80 уже в режиме Ultimate Royale. То есть человек пробился в топ-100 лучших игроков самого киберспортивного режима в PUBG Mobile, который сейчас есть, режима, на который смотрят официальные организации. Напоминаю, да, я уже рассказывал историю, как на одном из недавних турниров просто Орга посмотрела на команду, которая хорошо играла на самом Турике и они у них спросили, как вы там в Ultimate Royale? Ребята показали, что у них высокие ранги и их подписали. Представляете, да? Вот такой вот момент. Так что ждем и Казанбаса в какой-нибудь крутой команде. Пожелаем ему в этом плане удачи. Насколько я знаю, он давно пытается пробиться в киберспорт. Ну и это уже хорошая такая заявочка. Как всегда, сегодня посмотрим несколько матчей. Поглядим, как он апается по турнирной лестнице по ладеру. Сколько очков имеет непосредственно в Ultimate и сколько за счет этого, ну, сколько за время их зарабатывает. Здесь, по идее, должны быть очень сильные соперники. Напоминаю, правило ультимата, ботов нет. При этом еще и враги, по идее, должны подбираться в зависимости от рейтинга. Ну и поскольку он максимально возможный, то и соперники должны быть соответствующие. Ну и, конечно же, друзья, еще нужно напомнить, что спонсором этого видео является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями, поэтому если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонуса. Я вам желаю, конечно же, удачи и исключительно побед. Хорошо ловит в окнах пробегающих пацанов. Здесь, кстати, вот никнейм Skif. Я где-то уже видел этот тег. То ли клан, то ли просто какие-то ребятки, часто встречающиеся на хайрангах. Ну и играет он, конечно же, с командой. В ультимейт нельзя играть самому. Здесь обязательно наличие тиммейтов. Ну и плюс я уверен, что на таком ранге у тебя просто не получится гонять как-то в соло. И при этом еще и зарабатывать поинты. Здесь даже в команде, при условии, что она у них достаточно сыгранная, при условии, что игроки мощные, а все равно не получается каждый раз брать топы. Поначалу, как только этот режим появился, стратегия была простая. Игроки ездят, убивают как можно больше людей за как можно более короткий срок для того, чтобы катки длились меньше и можно было быстрее апаться. Но сейчас, естественно, такое не прокатывает. Если будет какой-то скват или тем более какой-то сплит, ездить там 2-2, 3-1, то это быстро закончится и их перестреляют. То есть тут нужно играть по стандарту. Занимаешь позиции, настреливаешь. Ну и если можешь как-то быкануть, то есть в зависимости от ситуации, можно, конечно же, играть агрессивно, но это нужно делать грамотно. Вот здесь, смотрите, явный вам пример. Есть какая-то инфа. Тиммейт перебегает. Его прикрывает Казанбас для того, чтобы не могли как-то пострелять с близлежащих мест. Но тиммейт зашел слишком глубоко. Он не должен был именно внутрь здания забегать. Он должен был стоять снаружи, подождать пока еще кто-то подтянется и уже в несколько человек выходить на размен. Он поверил в себя слишком сильно, выбежал первый, нокнулся и его сразу же добили. Неприятно, потому что он уже не продолжит игру и поинты ему зачислятся только за вот это место, на котором он умер. Казанбас здесь вроде как кого-то слышит, но я что-то не разобрался. Забейте, никого там не было и перетянулись на общаги. Здесь Казанбас сразу же агрессивно пушит под гранатку. Смотрите, как круто сделал. Оглушил чуваков. Они не слышали, как он на них выбежит. И при этом выглянул, выстрелил с ДБСа, забежал обратно, убрал второго и третьего уже вместе с тиммейтом. То есть насколько все четко и, что самое главное, как бы безопасно для себя. Всего лишь половину здоровья потратил, но даже если бы его здесь как-то поднокнули, то, по идее, тиммейт должен был разменяться и его поднять. Вот, кстати, именно вот в ультимейт-рояле самое важное это ваша безопасность и дойти до топа. Потому что очки за плейсмент, они очень важны. Отнимаются они крайне сильно, тем более на таком рейтинге. Ну и даются они тоже, не сказать бы, что в больших количествах, особенно если не дойти до каких-то умеренных топов, топ-10 хотя бы. Поэтому здесь даже, конечно же, хочется настрелять фрагов побольше, но по идее они не в таком приоритете, как плейсмент и как дожить до нормальных значений. Но прикол в том, что Казанбас это такой игрок, который вообще никогда не играет осторожно. Я вот помню историю. Для него был какой-то челлендж, какой уже, честно, не припомню, но тем не менее. Короче, нужно было точно ему дойти до топ-1, при этом большое количество фрагов конкретно в этом челлендже не требовалось. Но Казанбас сказал, да так неинтересно, это не весело. Я, говорит, не могу так играть. И поэтому все равно играл агрессивно. Челлендж, насколько я помню, он выполнил, но при этом даже когда, казалось бы, нужно посидеть и просто подождать, он все равно не хочет это делать. Вот такой вот игрок. Здесь мы видим, забирает еще кого-то. Тиммейта, в принципе, должны поднять, так что каких-то проблем не вызовется. И получается, что 9 фраг. Для ультимейт рояля это очень неплохо. Здесь вот 10 убийств. Это такой вот прям показатель качественного, хорошего матча. Поскольку игроков здесь так много, как на обычном паблике, не настреляешь. Хороший спрей, очень много попаданий. Да ладно! Одну пульку, одну пульку нужно сделать этому челу, я уверен. И вот конкретно именно одной этой пульки и не хватает. Представляете, как повезло человеку, который заезжает в зону. Ну что же, отделался он легким испугом. Подожди, это не он, это другой. Какая-то здесь эра горящих красных тачек, которые проезжают мимо и непонятные вещи делают. Ну а если, друзья, вам тоже нужна какая-нибудь тачка или какой-нибудь скин, да или просто UC-шки, то напоминаю, что у меня есть ирокез UC-бот. Ссылочка есть в описании. Там хорошие цены на UC и, что самое главное, официальная оплата через банки. Вам приходит чек, у вас не будет никаких проблем, потому что у многих блокируют карточки за какие-то непонятные переводы. Но здесь ничего такого, все максимально безопасно. Тем временем Казанбаса разменяли, все хорошо, его поднимут. Ну а еще нужно напомнить про что? Про телеграм-канал Рокесбиба. Там много приятного контента и также дополнительные розыгрыши на UC-шки. Заходите. Ссылка в описании. На 50 тысяч подписчиков сделаю рум-тур, покажу всю хату. Давно просили. Подписывайся. Пробшас. Казанбаса подняли, но у него нет жилета. По идее, сейчас у тех должен подсобрать, но как будто бы он этого не заметил. Да, есть такая вероятность, что просто не увидел. Жилет это крайне важная хрень, потому что без него игрок умирает от трех любых попаданий. И, естественно, это не конкурентоспособно относительно каких-то нормальных перестрелок. Есть дроп, хорошо бы с него было забрать третий жилет, но там уже кто-то есть, кто подъехал поближе. Сейчас самое главное, не бояться, поскольку у тебя вот уязвимость. К дропу все равно можно подбежать, даже если там нет третьего жилета, то есть всегда какой-то другой. То есть человек, если лутает дроп, он берет жилет, который был там, и кладет свой. Поэтому всегда будет жилет и шапка на дропе. Ну, за исключением случаев, когда вот голый кто-то подбежал, но это бывает крайне редко. Ломает автомобиль, кстати, обратите внимание, да, как будто бы здесь вот самые пораженные игроки на сервере, потому что куда не посмотришь, у всех есть скины на тачке. То есть это уже, да, о чем-то говорит. Мне кажется, что, ну, новичков здесь вряд ли можно увидеть. Если у чела нет скинов на тачку в ультимейте макс рейтинга, можно подумать, что он софтер. Ну, естественно, это не стопроцентный показатель, но вопросики возникают. Похоже на финальную перестрелку, остались 3 в 3, и как будто бы вот именно все трое игроков находятся как раз таки здесь. Тиммейт нокает первого, к Казанбасу прилетает граната, но это Молотов, ничего страшного, он слишком далеко для того, чтобы поджечься. Идет размен хаешками, пока что слышно только второго человека, так что может быть это 2 плюс 1, и тогда это элементарнейшая разыгровка будет. Спрыгнул, забирает его Казанбас, да, действительно, это 2 плюс 1, остался какой-то сольник, который, очевидно, против троих не вывезет, но самое важное его пойти и отыскать. Вот с легкостью нашли тиммейты, и я уже подготовил ручку для того, чтобы записать рейтинг Казанбаса. Легенда 7905. Ничего себе, я таких значений еще в принципе ни разу не видел, ну и сейчас посмотрим, сколько он поднимет поинтов по ходу стрима. Это был первый матч, и я тыкнул ровно в середину трансляции, сам стрим идет 6 часов, кстати, здесь можно респектануть Казанбасу, потому что играть 6 часов подряд вот именно в ультимейт, то есть прям на хорошем таком сильном фокусе, заряжено, ну так вот на высоком уровне, это реально сложно. Одно дело просто там где-то что-то бегать, там веселиться еще, и то 6 часов подряд это тоже непросто, а здесь ну и вот на скиле это жестко. Но пока что только 3 часа прошло, вот то был первый матч, сейчас просто какой-то рандомный матч, даже понятия не имею, чем он закончится, будет топ или же нет, но по идее если у Казанбаса такие высокие показатели по статистике, то скорее всего у него чуть ли не каждая катка топ, но я уверен бывают и сливы. Сейчас мы с вами посмотрим, так ли это или нет. Пока что очень хорошо отрабатывают тиммейты, Казанбас здесь лутает линию, вот эта линия она не очень хороша конкретно для сквада, потому что игрок, который на ней, он как будто бы на отшибе, как будто бы отрезан, и он тебе не всегда может помочь, но при этом он может проконтролировать какие-то моменты, может быстро перетянуться вдоль починок безопасно, то есть его никто не будет контролировать с вот этих вот крыш, так что в принципе такая вот позиция двояко выпуклая, назовем подобным образом, но все-таки подтянулся к своим тиммейтам, по инте вот уже напрягает одного человечка, настреливает ему в спину, раздамажил, кстати, вот тоже прикольный такой момент, небольшая фишечка, он пострелял по игроку и не убирает прицел, вдруг тот сейчас еще будет перебегать, вот сейчас вы словите жизу, 100%, вот у всех такое было, когда ты стреляешь по челу, задамажил его, у него осталось там на 1-2 попадания, убираешь прицел, и он снова пробегает мимо в этом же там, не знаю, дверном проеме, или он снова высовывается, или еще какая-то хрень, и ты думаешь, блин, да что же я убрал прицел, я бы его прямо сейчас убил бы, и вот как раз таки, чтобы такого не было, конкретно здесь Казанбас продолжал держать фулл-фокус, но враг не подставился, и дальше там уже где-то спрятался, чтобы его нельзя было подстрелить, а здесь в принципе довольно хорошая душка от тиммейтов, то есть вообще прям максимально не оставляют шансов пацанам, вот игрок пытается перебежать, Казанбас как раз таки это проконтрил, пробрасывает гранатку, сам перебежит налево, по идее сольник ничего здесь не сможет сделать, и да, да, у него не было ни малейшего шанса, там еще и кто-то издалека прикрывал так что даже если хорошо пострелял бы этот игрок, он бы все равно вряд ли бы вывез против двоих одновременно еще и с разных позиций, чекает церковь, как будто бы никого нет, по идее там кто-то на починках еще оставался, то есть это не полностью зачистили, но поскольку у врагов уже численное меньшинство, они очевидно забьются куда-то там в углы, не будут особо агрессировать и либо просто пропадут с радаров, ну либо их уже задушат и запушат Казанбас с тиммейтами. Именно так и произошло, забежали на церковь, забрали там какого-то чела, это сделали тиммейт, и Казанбас даже не участвовал и перетягивается сразу вот сюда, хотел сказать на резалку, но резалки здесь очевидно нет, просто вот позиция с домиками, где тоже кто-то прячется. Дает инфу, что кто-то на балконе, забегает туда с дробовиком, ну, кстати, да, еще не обсудили сетап, стандартная вообще тема, игра с АРК плюс дробовик, конечно же, если есть ДБС, то желательно его, если нет, то подойдет и САЙГА, ну и на худой конец какой-нибудь помповик тоже в принципе сработает. Дробовик вещь шикарная, работает великолепно, поэтому всем рекомендую, если есть до сих пор люди, кто недооценивает это оружие, то крайне зря советую попробовать и обрадуете. Больше врагов особо не нашли и решили подзакрыть мост. Опять же, какой-то чел на крутом скинече сбивает Казанбаса. Вот это было сейчас реально дерзко. Вот это прям залетел и показал, что не стоит его крыть, но опять же, здесь хорошо сработали тиммейты. Вот по мере всех матчей мы видим хорошие грамотные размены, то есть иметь команду, которая сыграна и которая понимает, что нужно делать для того, чтобы не терять своих игроков, это, как мы видим, наверное, один из краеугольных таких вот камней для хорошей отыгровки в ультимейт рояле. Я просто не могу, я все время угораю с вот этих вот глаз на повязке Казанбаса, из-за того, что он вот так вот смотрит вниз, повязка все равно за тобой наблюдает, чтобы, а чтобы не баловался, чтобы всякие плохие вещи в чате не делал на трансляции. Вот, так что это правильно, всегда нужно следить. Ну и враги, может, тоже, кстати, этой повязки испугаются. Пока что вот серьезно выглядит как какое-то избиение. То есть случайный матч выбрал, а тут все равно ребята ездят и забирают ребят из позиций. Да, мы не видим это настолько, ну, я не знаю, как бездарно, да, как это происходит на пабликах, что просто челы катаются на машине вокруг игроков, и эти игроки ничего им не могут сделать. Нет, здесь вот именно адекватные выносы. Просто грамотно подъезжает команда, занимает позиции, идет стрельба, распикивает, разыгрывает игроков, чуваки теряют здоровье, и на этом как бы все. То есть, ну, вот так и должно выглядеть, ну, вот, грамотное превосходство, а не просто, что каких-то ботов настреливают, которые за три обоймы не могут попасть ни одной пулей. Но бывают и такие приколы, что просто подъезжает и даже не задев модельку персонажа, его сбивает автомобилем и на развороте еще и постреливает по второму. Тут как бы уже слишком разрозненные были враги, отвлекаются на одного, в спину заезжает второй, ну, просто численное преимущество, ничего ты с ним не делаешь. Опа, и кат начал. Меня кто-то, видимо, вспомнил. Может быть, эти самые соперники гадости говорят. И опять же, никакой интриги, 4 в 3, понятное дело, что это будет топ-1, но Казанбас немножечко здесь закинул приколов и решил просто полетать. Но мы видим, это все равно топ-1. Так, сколько поинтов за 3 часа геймплея? Ну, кстати, не так уж и много, 979, если я правильно увидел. Так что, похоже, были сливные матчи либо на высоком рейтинге дается очень мало поинтов, но и вот она пошла игра на изнеможение. Шестой час стрима подходит к концу. Здесь, я не знаю, как Казанбас еще может нормально сидеть и вообще понимать, что происходит, но, тем не менее, снова починки, снова есть фраги и снова они здесь главные. Уже прошло, можно сказать, половина матча, потому что 30 игроков осталось из 64 объявленных, ну, начальных. Ну и вот здесь вот сейчас посмотрим, так сказать, конечный результат стрима, посчитаем количество очков заработанных и примерно сравним, вот с какой скоростью нужно апаться для того, чтобы влетать больше, чем в топ-100 европейского рейтинга Ultimate Royale. дает информацию, вот здесь вот сейчас пикаться опасно, здоровья совершенно нет, по идее, гранатку, если в него закинут, он увидит, так что перебежит, но вот его пока контролируют. Хороший ног, есть от тиммейта, отлично, тут же забежал внутрь, здесь вот, конечно же, было бы неплохо, если бы Казанбас пострелял, но не был, не был к этому готов, Хауэдбинтики, аптеки, к сожалению, не имеется, ну и тут уже три ствола начинают смотреть за этим зданием, очень больно, опять же, накидали, держит фулл буст, для того, чтобы здоровье восстанавливалось чуточку быстрее, есть окно, вот мы видели дуло, сейчас торчит, ну и по идее нужно, чтобы один подбежал, второй прикрывал, пока не получается сделать еще один нужный ног, такая вот сложная оборона от соперника, говорит, прикрой меня, я кину молик, прокинул, все, обезопасил себе вот это окно, то есть из него невозможно пострелять по казанбасу, и спокойно выбегает уже, смотря на крышу, соперники пробрасывают Хаешку, это не поможет, опять же, здесь гранатой себе засекюрил выход, то есть посмотрите, как грамотно, да, занимают позицию, просто по крупицам выбивают себе нужные моменты, и забирают целый скват, вот это, сейчас вот, вот этот пуш, здание, можно, сука, в учебник записывать, вот серьезно, посмотрите, насколько все грамотно и качественно сделано, вот так по очереди, туда-сюда-сюда, вот так, по кирпичику разваливали целую стену обороны соперника, и все-таки ее в итоге разломали, ну и здесь еще и подарок вот такой вот приехал в виде какого-то шныря, который принес лут и дополнительный поинт, кстати, не знаю, почему, совпадение ли, или какая-то магия цифр, но с починок казанбас все время уезжает с пятью убийствами, вот прям ровно, не знаю, как это происходит, и почему именно столько, но вот каждый раз вот это магическое число фрагов его совершенно не отпускает, не получается здесь запушить хорошо здание, одного из тиммейтов нокнули, притом в опене пытаются его поднять, и сам казанбас говорит, что не будем здесь файтиться, колет игроков на то, чтобы уехать, это тоже нормальный момент, оборона чересчур сильная, терять игроков не хочется, сейчас попытаются как-то прикрыть, или что будут делать, подожди, нет, все, продают, продают своего тиммейта, которого выбили из тачки, звонок на перемену у меня там был, сидим, звонок для учителя, никто не уходит, ну это если что, у меня пожарка сыграла, но она, она так иногда любит, все нормально, я не сгорел, не переживайте, и здесь, вот, главное, чтобы не сгорело жопа у оппонентов, когда казанбас высадит их на 300 метров, вот с такого вот отличного спрея, как же, я жестко нагонял, но, к сожалению, не получилось увидеть ног, а был бы хороший, красивый момент, но не в этот раз, не получилось нокнуть, вот эти вот парни не сильно подставляются, мы видим, что там походу хороший какой-то скват, который тоже занял позицию и держит оборону, и так легко к ним не подойдешь, рано или поздно у людей все равно появляется желание выйти и попайтиться просто как настоящий мужик, и поэтому парни просто подъехали на скалу, вот на эту пригорочку, ну и конечно же вот так вот в опене долго не проживешь, ну и для казанбаса это проблемная позиция, потому что мы видим, что с других точек тоже начинают настреливать, кто-то из тиммейтов пытается взять на них угол, казанбас не даст это сделать, уже дал инфу и сразу же пресекает этот момент и это смерть, просто вынес, можно быстренько подлутать, никто здесь пока не смотрит, не чекает, ну и как будто бы вот эта гора довольно хорошая позиция, центр круга, возвышенность, сейчас будут потихонечку закрывать игроков, которые будут либо ехать рядом, либо тем более сидеть с зоной и потом как-то выдвигаться, замечает, но окно доедает просто так, приятный такой моментик, проспреивает смог для того, чтобы убедиться, что там никого нет, кстати, посмотрите, как четко проспреил, буквально просканировал такой рентген, но оказывается, там никого не было, не знаю, то ли байтовые смоки, то ли просто какие-то непонятные проезжает сквозь них, нет, все-таки, все-таки никто там не находится, опасно, здесь одному заходить точно ни в коем случае нельзя, не вылазит даже из машины, а вот тут на дробовик, но все равно, все равно, ой, 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 хорошо подбайтил, заставил врага выйти на прицел тиммейтов, чтобы опять же они могли помочь, и даже при условии, что здесь попадал не очень качественно, давайте будем честны, вот за счет командной сыгровки получилось забрать игрока и не нокнуться, если бы здесь казанбас нокнулся, были бы проблемы, пришлось бы ехать к нему, поднимать и могло бы получиться вот так, как сейчас с Ильясом, забрали его с противоположного холма, казанбас сразу же еле отместить, тушка, тушка, кататься, трубка, как тушка, опа, можно кстати занять здание и их уже не запустить обратно, хай, 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 вопрос, один тут игрок или нет? хорошая должна быть хаешка по идее задамажила, кидает кстати ее прям наверх дропа, интересный момент, специально сел в тачку для того, чтобы лучше видеть с автомобиля, больший обзор от третьего лица, если кто не знает, ну и здесь, к сожалению, нокнули тиммейта, подставился, вот обратите внимание, да, насколько важны движения, тиммейт вышел слишком агрессивно, сразу же моментально получил нок, казанбас аккуратненько выпикивает, по нему даже особо не попадают, ну и здесь тиммейт пока подхиливается, можно вот так вот подъехать, да, не вкроют их здесь, граната такая проверочная, по идее, не знает, куда ее четко кинуть, уезжает игрок на баги, первая голова есть, как же нужно попасть, блин, интересно, с точки, если бы он стрелял, было бы удобнее, лучше или нет, но тиммейт нокнул, замечательно, и кто-то здесь еще остался, прикольно, что игроки решили не ехать вдвоем на баги, но это решение оказалось для них все равно смертельным, но прикол в том, что если бы второй сел на тачку, его бы точно убило, то есть, если здесь водителя с баги не высадили, потому что это относительно трудно, то пассажир бы не выжил 100%, ну и наконец-таки мы видим матч под конец стрима, да, видимо все уже устали, который может закончиться неоднозначно, то есть, если предыдущие 100% было понятно, что это топы, здесь далеко не факт, потому что игроков вдвое, у тиммейта вот это вот на налав большие проблемы в плане амуниции, не очень все хорошо как с медициной, так и с жилетом, я там понимаю, должно быть, ну, довольно все задамаженное, у казанбаса вроде как в этом плане никаких трудностей не видно, но тем не менее, один против шестерых оставшихся, не считая тиммейта, точно не завезешь, так что тиммейту нужно как-то помочь и в плане там лута что-то вот подсказать, подсказать, вот в принципе есть полный идеальный комплект, вот этот крейт решит все проблемы, если он ему нужен, если до сих пор еще ничего подходящего не нашел, а еще как назло, враги между собой как будто бы вообще не хотят файтиться, там один человек правда отлетел, ну да ничего, ну как бы казанбас и сам справляется, заметил игрока, нокнул, его сейчас будут пытаться поднять, перебежал тиммейт, но стоит ли туда бежать, как будто бы нет, как будто бы вот нынешняя позиция позволяет просто посидеть, просто отдохнуть, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, неприятный момент, еще и слева невозможно выйти, там камень, и он не дает модельке протиснуться, так сказать, ну и получается, что вынуждены отпускать вот этих вот игроков на кукушке, потому что сейчас справа по ним накидывают, да, неприятно, хороший был нок, но не смогли его реализовать, вот оно, как раз таки, численное меньшинство вдвоем, не можешь вот настолько все качественно контролировать, и пожалуйста, здесь они в бутерброде, нокают тиммейта, не сказать, что он в циве находится, у Казанбаса, правда, есть пять смоков, и прилетает хаешка от тех же, кого он нокнул, не получилось вывести, но тем не менее, 8055, то есть, сколько у него всего в итоге было, 100, нет, подожди, да, 150 очков заработал непосредственно за 6 часов стрима, это много, это реально жестко, неудивительно, что он топ 80 европы,